Андрей Анатольевич, вот мы заговорили о Северной Корее. Я знаю, что есть нехватка врачей, дефицит 30 тысяч врачей в Российской Федерации. Это официальная статистика, не мы это придумали. Росстат это дал, по-моему. Но при этом замещают врачами, причём без каких-то даже подтверждающих документов, уже из стран Африки. Приедут ли в Россию, на ваш взгляд, врачи из Северной Кореи? И что это будет? Я думаю, что нет. Почему? Не потому, что их не хотят позвать, а потому, что всё-таки в странах Африки приезжают люди из бывших колоний, которые, как правило, кроме различных вариантов местных языков, они владеют английским, иногда французским. Многие из тех, кто приезжает, они учились в Российском университете дружбы народов, они говорят более-менее на русском языке, что-то способны. Завербованы многие. Ну да. Вот. Ну а Северная Корея абсолютно закрытая страна, там никто не знает никакого языка, всё-таки работа врачом без знания языка, она просто невозможна. А вот то, что живая сила, так называемая, то, что они там рекрутируют кого-то, ну, для Ким Чен Ина, это вообще не проблема, да? То есть отправить сколько нужно. Кстати, количественно армия Северной Кореи в несколько раз превосходит российскую армию. Путин же уже сказал, мы пока не будем их звать. Значит, он уже об этом думает? В том-то и дело, конечно, по его вот этим проговоркам, их можно найти даже не десятки, наверное, сотни, когда он говорит одно, а потом делается другое. Мы понимаем, что он не просто об этом думает, а мы понимаем, что это дело планируется. Ну, вот здесь, вот по этому поводу я бы скорее чувствовал какое-то напряжение, нежели по поводу того, что врачи оттуда приедут, пёс с ними, с врачами не приедут, а вот это вот серьёзная угроза. Слушайте, а на ваш взгляд, есть ли у Путина какое-то психиатрическое отклонение, биполярное расстройство? Чего он вообще, в принципе, боится? Потому что он такой тревожный какой-то образ, тревожный такой тип личности. Я думаю, что заболевания психического у него нет, тем более нет биполярного какого-то расстройства, нет шизофрении, ну, главное, психического заболевания. Но то, что этот человек, ведь психическое заболевание – это совершенно конкретная ситуация, когда происходит изменение, в том числе и изменение, поддающееся врачебному анализу и описанию и в психике, и в действиях человека. Мне кажется, мы имеем дело скорее с ментально, морально разложившейся полностью личностью. Может быть, он таким и был. Мы его просто, я имею в виду здесь уже россиян, которые на него надеялись в начале нулевых, воспринимали его так, как мы хотим его воспринимать, а не таким, как он был на самом деле. Поэтому я думаю, что речь идет не о заболевании, а о полном разложении человека именно с точки зрения понятий совести, справедливости, эмпатии, каких-то моральных качеств. Да и Россию, как бы пользуясь своей властью и неким существующим вот таким имперским бэкграундом, он растлил. По сути дела, то, чем он занимается все эти 25 лет без малого – это растление людей. Это он показывает, можно так, вот можно и нужно так. Вот можно кого-то убить, потом пойти получить помилование или как там называется правильно, в общем, пойти на фронт и дальше продолжать убивать украинцев. Потом можно вернуться, снова кого-то убить, снова попасть в заключение и снова просить отправить себя на фронт. Это я так уже как бы описываю ситуации реальные, которые есть, но вот такие вот очень знаковые. А так это растление, оно идет на любых уровнях. Андрей Анатольевич, вот знаете, есть реальная ситуация, если мы говорим отобратно, потому что журналисты «Кодорковский лайф» провели чрезвычайно важное расследование. Они полностью исследовали вот эту переписку Андрея Белоусова, нового министра обороны. Вот то, что было поначалу выхвачено, то, что он там с котом пять минут времени проводит переписки с женой – это отдельная история. Но оказалось, что этот человек сидит на очень жестких транквилизаторах, что у него действительно есть очаговое поражение мозга. И есть ли полярное расстройство, что он консультируется с врачами, он на постоянной связи с врачами. Вот когда я вам рассказываю, как врачу, вот эту клиническую картину, что вы можете сказать о таком министре обороны? В состоянии ли этот человек быть министром обороны? Чего от него ждать, если у него есть такие проблемы? Есть ли у него какие-то, не знаю, варианты неадекватного поведения, например, заожженные уже изначально, на ваш взгляд? Да, вы знаете, я не изучал, собственно, у меня нет доступа по понятным причинам к его медицинской карте, поэтому я здесь не ограничен понятиями врачебной тайны, я буду говорить совершенно открыто. Слава Богу! И очень хорошо, что такой человек во время войны возглавил Министерство обороны Российской Федерации. Дай Бог таких побольше и власти им побольше, я думаю, что тогда и победа Украины придет побыстрее. А то, что он ведет себя неадекватно, вернее, вы спросили, способен ли он на какие-то неадекватные действия. Да вот только на днях прошло по русскоязычным телеграм-каналам видео, где он приехал на какой-то завод. О, нет, это стройка, где строятся дома для тех, кто вернется. Нет, не эти дома, куда идут в основном те, кто возвращаются, такие простые, там, два метра, да, и на сколько там, на метр, как бы, это делается, и глубиной там относительно небольшой. А вот настоящие дома, если вдруг кто вернется живым. Так вот, Белоусов на этой стройке, там, прораб, еще какие-то черти стоят рядом, и он им говорит, вот, вы отвечаете за эту стройку, надо, чтобы все вводилось в срок, надо делать. И человек, к которому он обращается, говорит, да, я чувствую свою социальную ответственность, я сделаю это, мы сделаем это. Он говорит, нет, не социальную, уголовную ответственность, вы все будете сидеть, если будут сорваны сроки, сорваны сроки ввода объекта в эксплуатацию. Ну, это адекватный человек, это нормально он говорит, как бы, вот… Но что может случиться с человеком, который страдает биполяркой, вот если очень просто, и у которого очаговое поражение мозга, что вот… Ну, очаговое поражение очаговому поражению розни, я думаю, что, если мы с вами делаем компьютерную томографию людям старшей возрастной группы, то в описании, что там есть какие-то элементы очагового поражения атеросклеротического, энцефалопатии и так далее, они будут наличствовать в описании, поэтому в головном мозге достаточно участков, которые выполняют работу нормально, даже если что-то не очень хорошо функционирует. Но мы же видим по его переписке, что он просто в быту неадекватен, что мы где-то живем с вами, вот идет жизнь обычных людей, да, вот давайте скажем, что мы обычные люди, коим мы и являемся, вот колея этой жизни. А мы с ним где-то не пересекаемся, он по-другому думает, по-другому живет, как бы он с этим котом, со своими бесконечными любовницами, что, кстати, тоже может свидетельствовать в этом возрасте вот эта гиперсексуальность о неких поражениях, в том числе и органических поражениях головного мозга. Поэтому больше, шире, глубже неадекватных реакций мы желаем этому человеку на этом высоком посту, и окружения такого же побольше. Андрей Анатольевич, Кадыров, вы были первым человеком, который мне в интервью сказал, что Кадырова могли отравить. Издание «Проект» сделало потрясающее расследование, всем советую посмотреть, два с половиной часа, оно огромное, длинное, но вы не потеряете и не пожалеете, когда это увидите все. Там, конечно, безобразие, тихий ужас. То есть гаремы, деньги тоннами, которые перелопачиваются, убийство Немцова, в общем, всё на свете. Но скажите мне, вы же первым предположили, что это могло быть отравление, и «Проект» сказал, что это могло быть отравление уже, то есть уже два источника. Как вы это видите? Почему вы думаете, что это могло быть отравление? Ну, здесь мы с вами опускаемся в некие… Это очень просто. Поэтому я не буду глубоко в них вникать, но просто я скажу о том, что есть и некоторые врачебные, так сказать, признаки, и есть некоторые признаки в общественном поле, в его поведении и так далее. Мы же знаем, что Кадыров не пропускал ни одного мероприятия, где он бы мог появиться рядом с Путиным или в том же месте, где и Путин. Тут вдруг он пропускает одно федеральное, там послание какого-то к федеральному собранию, одно, другое, третье, у него не было травмы, у него не было какого-то заболевания, которое развивается мгновенно. Мы с вами говорили о том, что панкреонекроз – это, ну, в общем-то, это хирургическая патология. Да, гипотологи, терапевты иногда рассматривают, что панкреонекроз может быть хроническим. Нет, это хирургическое заболевание, которое рецидивирует. И мы говорили о том, что не было у него панкреонекроза, это, скорее всего, был панкреатит. Вот это вот все укладывается в эту картину. А панкреатит в том числе может быть вызван и ядами, и прежде всего ядами. Почему? Потому что, допустим, панкреатит алкоголиков известен, но водка – это яд. Это нейротоксический тяжелейший яд, если уж говорить медицинским языком. А в этом плане Кадыров, он соблюдает законы, он не употребляет алкоголь. Ну, в общем, как бы ведет, и вел достаточно здоровый образ жизни, судя по количеству наложниц хотя бы. Вот. Поэтому я уже о спортивных его залах не говорю. И его вот поведение такое, видите, он еще в одну сторону, в другую сторону. Здесь появилась информация о нем, тут она не появилась, здесь он опровергает себя. Потом он говорит это, в этом же фильме, по-моему, было, он говорит о том, что, ну, мы долго жить не собираемся. Мне кажется, это все такие восточные сигналы, которые посылаются кому-то, кто мог принять решение о том, что этого визиря пора уже потравить окончательно и убрать, что он это разгадал, но он остается солдатом, он остается слугой, как бы он вообще ничего... Ну, то есть он просил Путина его не дотравливать, да? Нет, вот я это вижу так. Он просит индульгенции, он просит разрешить ему жить дальше. Вот это, мне кажется, проскакивает в его поведении. Мы не знаем с вами, что там происходило вот на этих высших эшелонах российской власти, но, мне кажется, это тянется вот в период начала полномасштабной агрессии, не войны, а вот именно в то, что началось с 22-го года, вот когда Кадыров и Пригожин, они... Соединились. Один момент, да, несколько месяцев, они были вместе идеологически. И вот мне кажется, что тогда, если это отравление, то тогда почувствовали какую-то опасность и предприняли какие-то меры, вот, может быть, попытались его подтравить. Но еще раз говорю, то, о чем мы сейчас с вами дискутируем, это конспирология, но она опирается на конкретные факты. И иногда говорят, а, они не имеют права об этом рассуждать, потому что это конспирология, ребята, Россия живет в полностью закрытом обществе. Информации достоверной нет. Информация получается из разных вот таких источников, и, к сожалению, мы вынуждены этим заниматься, мы вынуждены делать какие-то предположения, которые, между прочим, часто потом оказываются действительными. Вот вы сами заговорили о наложницах, о Гареме. Он много наложниц у Кадырова оказал. 15-14 лет, 15-16, 13-летние женщины ему рожали детей. Он этих детей или забирал, или запрещал этим женщинам рожать. Там разные были сценарии. Вот скажите мне, как врач, какого рода травмы физиологические, психологические получают женщины вот в таком маленьком возрасте, когда он забирал у них девственность, он их насилует, он их берет силой, он забирает у них детей. Это где-то рождение в 13 лет. Вот опишите мне, врач, эту картину. Что происходит с этим? Что с ними делал Кадыров на самом деле? Что с ними происходило вот в это время? Ну, вы знаете, это достаточно сложно сделать. Почему? Потому что очень многое зависит от социального окружения. Если, допустим, девочку 13-летнюю, 14-летнюю вовлекает в сексуальное рабство в стране, где существуют законы, где европейская ментальность, то, конечно, это тяжелейшая психологическая травма. Это потом работают не просто психологи, которые не врачи, а часто нужна именно помощь психиатров, а потом поддержка психологов и так далее. Но мы с вами, если мы ориентируемся на этот фильм, на это расследование, а мы на него ориентируемся, поскольку это продолжалось многие годы, и те факты, которые там приведены, в общем-то, они известны, они просто систематизированы, и в этой систематизации большая роль, очень положительная роль авторов этого фильма и исследовательской всей группы. Девочки живут в феодальном обществе на территории фашистской, тиранической России, но в этом феодальном обществе возрождены какие-то дикие средневековые законы, да? Мы же говорим о том, что там кадров требовал от имамов, чтобы там были заключены фиктивные, но вроде бы как по жариатским законам, по жариатским правилам законные браки для того, чтобы не было вот этой печати насилия у этих девочек, а потом молодых женщин. И, судя по всему, кто-то из них это пережил, поскольку они встроены, к сожалению, в эти феодальные рамки и другой жизни у них нет, а кто-то и сопротивлялся. Ведь мы знаем как минимум о двух убитых заложницах, причем не просто пропавших без вести, я думаю, что пропавших без вести больше, а те, которые были расстреляны. Я подозреваю, что это те девочки, впоследствии выросшие и ставшие женщинами, которые не приняли вот того акта насилия и агрессии в своем подростковом детском возрасте и которые стали предъявлять ему претензии, в том числе и... Ведь еще это очень страшно, когда у мамы отнимают ребенка и человек, тот же Адам Кадыров, Адам, вернее, правильное ударение, судя по этому фильму, мамой называют совершенно другую женщину. Это ж какая трагедия для реальной мамы, которая все знает и которая родила его, но вот если пользоваться нашими европейскими социальными рамками, скажем так, но то, что происходит в феодальном обществе, это разное. В любом случае это тягчайшее преступление, тягчайшее преступление, которому нет ни прощения, ни оправдания, и все мы надеемся, что они доживут до суда, а вот в этом случае я бы надеялся на то, что чеченцы сами разберутся с ним, когда придет время. Друзья, спасибо, что вместе с нами продолжайте подписываться на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон, гостях у Гордона на YouTube-канал Андрея Волны. Ссылка вы видите здесь ниже в описании. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под нашей беседой.